Ну что ж, друзья мои, сегодня мы снимаем продолжение разбора моих украшений, которые я нашла в Seconded. У меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в магазинах, благотворительных магазинах. Цены показываю в канадских долларах. У меня на канале не только украшения, у меня на канале есть обзоры магазинов, примерки, в общем, болталки, прямые эфиры. Все, 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 что мы девочки любим. И давайте начнем уже рассматривать вторую часть. Самые такие, как на мой взгляд, наиболее ценные, интересные находки. И, пожалуй, начнем мы вот с этой броши, очень интересной брошь Птичка. Птичка купила за 13 долларов, она была из дорогих, лежала за стеклом. Я вам рассказывала, что у нас есть украшения на стенде, которые продают, а есть, которые под стеклом. Как они считают самые ценные, которые они оценяют подороже и выкладывают, не вешают на стенд, а продают. Нужно позвать продавца, чтобы он вам показал его. Значит, вот такая вот бесподобная красавица. Невероятный красотый брошь. Ой, маркировка у нее есть. Это брошь. Значит, просто цифры 14,75 или 14,79. Я находила ее в продаже. Не очень она дорого продавалась. Я вам хочу сказать, что я купила ее за 13. Должна сказать, что можно было ее купить, ну, можно сказать, чуть подороже, можно сказать, совсем чуть-чуть. Находила ее в продаже за 21 доллар. И так и написано, что это винтажная брошь золотого тона, которая маркирована 1425. И что это означает? Не сказано. Я прикреплю фотографии. Не сказано у продавца. То есть он тоже самое, тоже точно так же ничего не понял. Ну, скажем так, купила я ее дешевле в два раза, чем я бы ее купила онлайн. Плюс там еще надо платить за пересылку. А здесь, так сказать, пришел, купил. Бесподобная. Невероятная красавица. Большая эффектная брошь. Такой птица угадывается. Совершенно понятно, что это птица. Но она такой необычной формы. Знаете, ну вот какая-то такая прям притягивает взгляд. Опять же, вот эта маркировка 1475. Непонятно, что это и к чему это. Но брошь, конечно, такая тяжелая, весомая. Очень интересное и красивое сочетание металлов. Баршированного и гладкого. Причем трех видов. Видите, здесь он крылышки сделаны и хвостик. Один тип брошировки, голова другой. И вот эти вот красивые, блестящие обрамления. Очень яркого, желтого тона. Очень брошь, конечно, красавица. Следующие три украшения. Очень однотипные. Я купила их все три вместе. Долго думала, брать не брать. Но все-таки взяла. И, конечно, безусловно, это украшение является находкой. У меня есть несколько вот таких винтажных украшений. Именно вот с такими вот, таких нарядных, как бы, как у нас называют, театрально-бриллиантовых, крисмосных. Вот именно вот с такими вот камнями. Вот эта вот цепочка из стразов. В общем, стоило оно 4 доллара. И я, по-моему, тоже не заметила маркировку. А вот сейчас заметила на съемке. Так что купила чисто из какого-то, каким-то шестым чувством. Сейчас покажу. Вот такой замочек. На замочке маркировок никаких нет. Я, конечно, большой специалист. Потому что люди-профессионалы, они сразу замечают все. Маркировки, потерянные камушки. Я это замечаю, когда снимаю с вами. Вот какой-то, мне кажется, сюрприз мне тут. Опа, Шерман. Вы представляете? Ой. И вы представляете, что я, когда ее покупала, я не видела этого. Вот это да. И 4 доллара стоило Шерман. В этом магазине лежит сет Шерман. Брошь и клипсы. Очень красивые. За 100 долларов. На витрине. Лежат давно. Никто их пока не покупает. А вот этот Шерман, они точно так же, как и я, не заметили. И оценили в 4 доллара. Вот это да. Вот это везение. Сама не видела, клянусь. Купила просто по каким-то шестым чувствам. Я поняла, что это что-то очень непростое, винтажное, несовременное и очень недешевое вещь. Украшение Шерман ценится очень дорого. Сотни долларов. Может быть, не такое. Это, может быть, стоило бы подешевле. Но броши Шерман, вот я же говорю, что в секунде в нашем лежит за 100 долларов набор. И я посмотрела на ebay. Роши Шерман от 125 до 500 долларов продаются на ebay. Это, наверное, бы стоило подешевле. Но, тем не менее, посмотрите, какая красота и какая невероятная удача. Я сама себе удивляюсь в своей, так сказать, нерадивости, так скажем. Но, как бы, нерадивости с хорошим концом, так сказать. Если можно так выразиться, потому что, не заметив, что это Шерман, я все равно ее купила. Представляете, сколько я всего не покупаю, потому что я очень невнимательно смотрю на то, что покупаю. И следующее украшение этого же плана. Сейчас будем смотреть. Может, мы и тут найдем какой-то для нас будет сюрприз, который тоже оценили в 4 доллара. По-моему, оно не имеет никакой маркировки. Но вот это к вопросу о том, как они смотрят, как они оценяют. То есть, очень может быть, в принципе, они очень внимательно все проверяют и все. Но, тем не менее, всегда можно найти вот такой вот шедевр типа Шермана, который они не нашли и не поняли. Но вот здесь как-то я, к сожалению, маркировок никаких не вижу. И застежка вот такая обыкновенная, более современная. Из чего я делаю вывод, что это, конечно, украшение более современное, не очень винтажное. Хотя выглядит очень красиво. Может быть, и винтажное. Но видно, знаете, вот, не знаю, по каким-то признакам я поняла, что оно винтажное. Потому что, ну, вот видно, что оно не очень новое, как бы немножко такое потертое. И что-то вот такое вот мне почему-то кажется, что это винтаж. Очень красивое украшение. Посмотрите, какая красота. Уж очень красиво оно блестит. И уж очень хорошо оно сделано. Хотя, конечно, застежка меня немножко смущает все-таки. Что здесь у нас есть? Что-то? Просто вот такая вот весюлина никаких. Ну, тем не менее. Оно очень красивое, но это не Шерман. Но стоило столько же, сколько вот это. То есть вот так вот. В секундах у нас вот такая вот история, что можно совершенно неожиданно купить что-то, что стоит очень дорого за те же деньги, что стоит не очень дорого. Следующее украшение, это сейчас у меня они вот все подряд я вам показываю. Значит, тогда я их купила сразу несколько. Это вообще оценили совсем по дешевке, за 2 доллара. Но это абсолютно 100% винтажное украшение. Я сужу по застежке. Застежечка-крючок. Оно немножко, видите, поржавевшее в некоторых местах. Маркировок никаких нету. Но я уверена, что оно винтажное. Тоже очень красиво. Вот эти каплевидные кристаллы. Посмотрите, какие они великолепно, шикарные. Трудно показать. У меня уже, наверное... Вот, посмотрите. Оно великолепно, прекрасно смотрится на шее. Его немножко надо почистить. Они, видите, они не чисто белые, а такие немножко желтоватые. Так, сейчас я вам его расправлю. Вот так давайте положим их. Может быть, лучше видно. Один побольше и три... Ой, один, наверное, потерян. Нет, все три. Видите, один побольше в центре и три поменьше. И вот такая вот цепочка тоже вся в кристалликах. Застежечка-крючок. Явно винтажная. Здесь просто цепочка, за которую... А, вот с таким вот еще камушком на конце. Очень красивое, очень нежное, изящное украшение. Нарядное, старенькое. Прямо идеальный. Видите, немножко такой потемневший металл, что говорит о возрасте. Но тоже за 2 доллара, я считаю, что очень стоило оно того. Я вообще очень люблю вот такие вот камушки-бриллианты, как бы в кавычках, но тем не менее. Так, рассмотрим следующее. У нас брошь Орхидея, как всегда. Очередная Орхидея. Брошь-булавка. Куплена мною за 5 долларов. Обычно такие броши-булавки, они малюсенькие. А здесь, видите, она такая немаленькая. Эмалевая брошь. Маркировок никаких не нашлось. Но она шикарная красавица. Без подобного цвета. Давайте я вот так на руке ее буду показывать. Оно там сзади много всего красивого. Все это бликует и отсвечивает. Тоненькая-тоненький металл. Нежная-нежная. Сделано, как будто настоящие лепестки. Посмотрите, как красиво. Нету никаких у нас на булавочке ничего. Посмотрите, как она просто просвечивается. Как красиво они разрисованы. Прямо как настоящие лепестки настоящего цветка. У меня очень много орхидей. Надо будет мне, может, сделать видео. Мои броши орхидеи. Потому что у меня целая коллекция их. Всегда покупаю, потому что безумно мне они нравятся. Вот такая вот застежка у нее. Видите? Булавка. Шикарная. Ой, не могу попасть. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Вот такая. Ну, красавица же. Просто красавица. Как живые листья, как настоящие. Очень мне понравилось. Очень я довольна ею. Так, следующий у меня брошь. В стиле арт-деко. Сейчас я вам покажу ее поближе. Стоило мне 4 доллара. Я очень долго сомневалась брать, не брать. Потому что она у меня вызвала много сомнений. До сих пор она у меня вызывает много сомнений. Хотя я нашла ее в интернете. Видите? Замок у нее. Выглядит как будто современный. Сейчас, сейчас я вам расскажу все, все про эту брошь. Я находила ее в интернете. И она числится как винтажная брошь. Винтаж арт-деко брошь. Но, как ни странно, везде, где я находила ее, она точно один в один. Единственное, что застежка приделана вот таким вот образом. Горизонтальная, а не вертикальная. Но застежка точно такая же. Вот с таким же крючком. Вот такая же застежка. Никаких маркировок. И я что-то сомневаюсь. Не похоже, что эту брошь переделывали. Хотя там, где я находила, абсолютно точно так же сделана задняя часть. Абсолютно точно такая же застежка крючок. Которая мне как-то не очень кажется винтажной, если честно. Ну, не знаю, что-то... Ну, застежка сделана вот так, горизонтально. Здесь вот она приделана сверху. Я не вижу, не похоже, что ее переделывали. Мне кажется, что если бы ее отклеили и приклеили по новой, остался бы след. Но следа никакого нет. Не знаю. Загадочная штука. Но, безусловно, она винтажная. Мне кажется, что она винтажная. Единственное, что вот эта застежка меня как-то смущает. Ну, не похожа она ни на современную, ни на какую-то подделку, переделку. Потому что вот видно, что она возрастная. И вот, опять же, не знаю. Мне написала одна девушка, которая живет в Литве, что она бы хотела у меня ее купить. Я еще до сих пор не узнала, сколько стоит пересылка в Литву из Канады. Я знаю, что из Канады посылать что-либо в Европу очень стоит много денег. Поэтому я не знаю, насколько это выгодно. Но я обещала, что я узнаю, сколько стоит пересылка. Я вообще не продаю свои украшения. Но если вот меня конкретно человек попросил... Я думаю, что вы имели в виду эту брошь. Может быть, я ошибаюсь. Если меня конкретно человек попросил, и это стоит не очень дорого, есть возможность переправить, и есть возможность оплатить и получить мне эту оплату. Потому что не со всеми странами у Канады есть такие отношения, которые можно, в принципе, перевести деньги. Я, конечно, могу это сделать. Единственное, что я должна узнать, сколько это стоит. Потому что, возможно, это настолько дорого, что это не имеет смысла. Обещаю, что узнаю. И обязательно напишите мне, пожалуйста, на e-mail. Я поставлю свой e-mail внизу под этим видео, чтобы мы не потерялись. Потому что тот комментарий вы написали под каким-то из моих видео. Я боюсь, что я его не найду. Если вы еще все заинтересованы, то напишите мне на e-mail. Но на самом деле, вот выглядит она вот так вот. Я не знаю. Честно говоря, я не могу сказать 100%, что это винтаж, и что она какая-то ценная, и чего-то стоит каких-то усилий, для того, чтобы ее пересылать из Канады в Литву. Так, следующее украшение – это колье. Вот такое вот простенькое, незатейливое, но маркированное. И, безусловно, очень симпатичное. У меня очень много такого типа есть колье. По-моему, это кора. Мы сейчас посмотрим точно. Я не уверена. Да, я находила причем его на интернете. Причем продавали его за какие-то бешеные деньги. Я думаю, что это они просто в наглую поставили цену. Не очень понимаю, сколько чего стоит. Но, тем не менее, украшение очень симпатичное, базовое, в прекрасном состоянии. Скорее всего, что к нему есть клипсы, серьги, которые я, может быть, когда-нибудь найду. Так, что у нас тут с маркировками? Где-то была маркировочка у нас тут. Судя по тому, как она плохо стерта, как она стерта, это, по-видимому, все-таки кора. Обычно вот такие совершенно невидные маркировки – это кора. Видите, с обратной стороны у него есть какие-то такие нелегкие некоторые сход покрытия, а может и нет. Может, это просто надо почистить, помыть. Не знаю, но, в принципе, с этой стороны, с лицевой, так скажем, она выглядит очень-очень даже симпатично. Вот такой шарик на конце. Здесь крючок. На крючке маркировок нет. Сейчас я точно проверю, находила ли я его и кто это, и почем. Конечно, поставлю вам тоже фотографию. Да, это кора, и продавали его за 82 доллара. Я, честно говоря, с 82-71. Я очень сомневаюсь. Написано, что это 50-х годов. Очень сомневаюсь, что им удастся его продать за эти деньги, но люди за спрос, так сказать, не бьют в нос. Ну, оно, безусловно, симпатичное и красивое. Может, оно какое-то очень ценное и редкое, я не знаю. Поэтому они так его оценили. Я бы не сказала. Я встречаю очень много похожих такого типа украшений, именно кора. Ну, у меня даже есть несколько такого типа, но тем не менее. Так, следующее у нас, это еще одно украшение. И тоже оно у нас кора, судя по всему. И я очень им довольна, потому что я вам показывала в каком-то из моих видео клипсы. И вот этот, это, как это сказать, некласс, ожерелье абсолютно подойдет к этим клипсам. И это абсолютный комплект. Значит, стоило оно 6 долларов. Термосетовый пластик коричневого цвета. Мне кажется, что у меня был похожий еще браслет, но я точно не скажу, не могу найти. Так, здесь была маркировка или я придумала, что это кора? Может быть, это не кора? Просто клипсы были кора. Сейчас я вам их покажу. Или клипсы тоже были не кора? Что-то мне казалось, что я находила маркировку. Ну, я на коричке нет маркировки. Может быть, вот таким концевиком они обозначали? Я знаю, что у них другой немножко концевик, который они использовали как свою марку. Вот этот нет. Ну, сейчас я вам покажу клипсы. Может быть, я все перепутала? Клипсы тоже не кора? Нет, клипсы кора. Вот, я вам показывала в одном из своих недавних показов. Здесь есть маркировка, что это кора. И колье абсолютно, да? Вы знаете, что? Не совсем. Оно одинаково цвета термопластик, но вот это вот металлическое обрамление немножко здесь другое. Я почему-то была уверена, что оно точно такое же. Видите, оно немножко отличается. То, что размер другой, это, в принципе, бывает. Что, как бы, колье, вот эти элементы, немножко меньше, чем клипсы. Хотя, возможно, это и правда не комплект. Почему-то я решила, что это комплект благодаря вот цвету термосетовых вставок. Но металлическая конфигурация вот этих металлических звеньев, она немножко отличается от этих. Видите? И здесь они... Видите, здесь задняя часть этого термопластика не закрыта, а здесь закрыта. Так что, возможно, это не кора. Но, тем не менее, я уверена, что это винтажное колье. Тех же лет исполнения, возможно, что-то было сделано похожее. Ну, прекрасно можно носить, как набор. Абсолютно. Сто процентов. И вот, видите, как я немножко запуталась уже со своими корами, не корами, со своими сетами. Но все равно они очень подходят друг к другу. Как же так? Я была уверена, что у него есть маркировка. Но вот как-то я... Видите, бывает. То я не найду маркировку Шерман, то я найду маркировку там, где ее нет. Но, тем не менее, оно симпатичное, красивое, очень милое колье. И очень подойдет к этим клипсам. Так, вот такая вот необыкновенная красота, которую вы видели, как я его рассматривала, выбирала. Покупать, не покупать. Тоже что-то не могла решить. К счастью, купила. За 6 долларов 5.99. Нашла его в интернете прямо с клипсами вместе. Тоже за какие-то сумасшедшие деньги. Но вот это я могу поверить, что оно стоит дорого. Потому что оно очень необычное, очень редкое, хотя не маркированное. Ничего подобного я никогда не встречала. У него, к сожалению, есть потери. Это, видите, у него обломан один усик. Вернее, камушек. Камушка одного не хватает. Видите, здесь как бы пестики, тычинки в центре. Есть вот такие вот, на палочках, вот такие вот сиреневые. Три багетных и два круглых кристалла. А здесь один багетный потерян. Не то, что кристалл потерян, а обломан. Вот этот вот, видите, этот тоже плохо. Надо как-то это залить клеем или чем-то закрепить. Видите, он тоже болтается. Здесь крепенькие эти. А вот этот и вот этот совсем отломался. А этот тоже еле держится. Но, тем не менее, я... Видите, все остальные более или менее крепко. Или как-то запаять. В общем, короче, оно очень красивое. Супер. Очень красивая цепочка. Смотрите, как оно сделано. Давайте я вам положу на руку. Три вот таких шикарных, бесподобных цветка. Вот такие вот здесь элементы. Красивая очень цепь. Красивое плетение. Вот такая вот застежка. Задняя часть выглядит тоже очень красиво. Маркировок нет. Бесподобной красоты колье, конечно, но с легким повреждением. И легкое повреждение может еще стать хуже, если я никак не закреплю. Может быть, оно было целое, когда его в магазин принесли. А где-то, пока его там сортировали, кидали, бросали, что-то отвалилось. Очень-очень жаль. Я находила такой комплект вместе с клипсами, но с белыми камнями. Хотели за него 120 долларов за комплект. Но он был весь целый, не поврежденный. И не написано какой-то компанией, не написан бренд. Написано тоже, что это 50-х годов. Возможно, он действительно какой-то ценный и очень важный. И очень такой необычный. Но, знаете, я могу в это поверить. Жалко, конечно, что оно повреждено, но я не могла его оставить. Уж очень необычный и красивый. Никогда ничего подобного не встречала. Шикарно, выглядит очень красиво. Если бы мне как-то еще удалось его восстановить, но я думаю, что это невозможно. Практически нет. Еще одна боль, печаль. Восторг и печаль, так скажем. Вот такая абсолютно необыкновенно шикарная брошь, которая стоила 13 долларов. И, как всегда, розявая и растяпа. Я не разглядела, что в ней проблемка. А проблемка, вот вы видите, да? Замочек, застежка. И не хватает вот этой собачки, которая ее и закрывает этот замок. Как я не разглядела? Как я... Возможно, что даже где-то оно у меня упало, пока я там ее возила в тележке. Я поискала в том мешке, в котором я принесла, в том пакете я ничего не нашла. Я подумала, может быть, она где-то выпала, вывалилась. Ну, в общем, короче, я, конечно, очень невнимательна. Ну, понимаете, почему? Я настолько была ослеплена вот этой красотой, что я даже не обратила внимание, что у нее повреждена застежка. И что с этим делать? Если честно, я ума не приложу, потому что... Потому что это нужно искать какого-то мастера, который вставит это, починит. Даже не знаю. Причем это надо подобрать цвет металла, чтобы он был вот такой вот старинно-винтажного цвета. Ах, не знаю, девочки. В общем, короче, это восторг и печаль, как я уже сказала. Посмотрите, какая она бесподобно красивая. Я постараюсь вам ее примерить. Может быть, ее можно просто вот так вот заколоть. На лацкан, например. И она будет держаться. И она будет держаться какое-то время. Но надолго я бы не стала так ходить. Ну, не решилась бы. Может быть, можно сделать какую-то заглушку сюда, чтобы надевать ее как булавку-пин. Знаете, как брошь-пин. И заглушку какую-то на вот эту вот, на иголку, чтобы она не падала и не терялась. Потому что, в принципе, ее можно носить и вот так. То есть, вот так. Вот таком вот, в таком варианте. Хотя, конечно, она предполагается к ношению вот в таком положении. Ну, в общем, короче. Это я, конечно, лоханулась. Но не знаю. Может быть, я бы даже если бы заметила, что она повреждена, я все равно бы ее купила. Уж такая красивая. Уж такая бесподобно красивая. Ну, вот глаз не оторвать. Блестит, переливается. Ну, и, наконец, звезда нашего сегодняшнего показа. Это набор. Прямо в старинной винтажной коробочке. Вот такая коробейка. 100% совершенно винтажная. С названием бренда, потому что набор сам не маркирован, но название есть на коробке. Стоил всего лишь 25 долларов. Так безбожно приклеили, что я не знаю, если можно будет оторвать. По-моему, испортили коробку. Вот такой бренд. Prudential. Я никогда не слышала о нем. Может быть, это коробка от чего-то другого. Но, судя по всему, нет. Потому что вот брошь была приколота здесь. А клипсы, видите, они вставлены в специальные отверстия. Мы сейчас все это вытащим, конечно. Вот. Давайте отложим коробочку и начнем рассматривать по порядку. Итак, для начала порассматриваем брошь. Я даже помолчу. Ну, что тут говорить? Вы сами все видите. Какая необыкновенная красота. Что-то с чем-то. Какие прекрасные. По-моему, это хрусталь. Не знаю. Или стекло, или хрусталь. Прекрасные кристаллы. Врубреалис розовые. И обратная сторона сделана вот таким вот образом. Видите, иголочка такая. Все, кстати. Здесь, слава богу, все на месте. Длиннющая игла. Собрана на клепку. Красивая пайка. Прекрасное состояние. Для брошь, конечно, из 50-х, скорее всего. Не позже, я думаю. Но вот когда врубреалис появились, вот тогда она была сделана. Вот такая вот просто дух захватывающая красотка. Надо было бы ее протереть. У меня были раньше, я как-то салфеточки клала рядышком с... Чтобы протирать все. Вот сегодня забыла, не принесла. Так, давайте я попробую снять их вот так вот. Они здесь приделаны. Видите? Сейчас мы попробуем их вытащить. Одна. Вторая. Может быть, мы даже еще какую-нибудь найдем маркировку. Очень люблю такие вещи. Вот эта коробка. Причем, посмотрите, как она сделана. Здесь такая вот штучка, чтобы вытаскивать ее. Ну да. Вот такое название, девочки. Ничего не нашла. Искала, ничего не нашла. Всего лишь 25 долларов они ее оценили. Уж не знаю, почему. Вот так они решили. Так, клипсы. Я надеюсь, что все камушки на месте. А то я сейчас как... Если увижу, что что-то потеряно, я так сильно огорчусь. Но нет. Все на месте. Потому что, опять же, я, видите, ослепляюсь блеском и часто не вижу каких-то недостатков. Все на месте. Все целое. Маркировок нет. Нет. Маркировок никаких нет. Но, видите, маркировка была... Есть, вернее, на коробке. И коробочку сохранили и принесли в магазин. И я удивлена, почему так дешево оценили. Потому что это целый набор. Да, он не маркирован. Это не Шерман или что-то такое. Хотя на вид и не скажешь, что это не Шерман. Но вот почему-то оценили вот в такую не очень дорогую цену. Видимо. Не хотели. Не знаю, почему. Даже с коробкой. Вот такая вот необыкновенная красота мне досталась всего лишь за 25 долларов. Девочки. Это очень дешево. По нашим-то нынешним ценам и временам я просто в невероятном восторге. Помолчу и позволю вам полюбоваться такой невероятной красотой. Да. Вот такие у меня находки. Это видео второе. Уже, так сказать, заключительное по тому моему шопингу, который я совершила тогда. Ну вот. А на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы оцените мои находки и напишите мне, что вы думаете по поводу всех моих удач и неудач, прекрасных вещей с потерями, поломками. В общем, короче, у меня очень спорная такая спорная удача у меня, так сказать, настигла в этот раз. Но, тем не менее, надеюсь, что вам понравилось, было интересно. И если вы еще не подписаны, вы подпишетесь на мой канал и останетесь со мной. А если вы на меня подписаны, я очень рада всем моим старым друзьям. Всех люблю, целую, всем привет из Канады. Пока-пока-бай.